Вот он хороший, нужный, правильный, красивый, но без рук. Кто его заставляет молчать? Так вопрос, где, на каком уровне пропали деньги для медиков? И почему я им не удивлен? Никого, никому ничего не скажем. Пришли дожди и смыли и пыль, и почву. Привет, это я, Андрей Богданович, и это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. И это мое мнение. На этой неделе ревизор прошелся по больницам Кировоградской области. Кто оторвал руки Наталке Полтавке, на Кировоградщине смывает землю и в Кропивницком обокрали детей с инвалидностью. Коронавирус на Кировоградщине чертовски противоречивая штука. Казалось бы, положением на 8 мая в области 411 случаев заражения и половина пациентов уже выздоровела. Это результат очень неплохой. Но потом начинаешь анализировать ситуацию, анализировать данные и понимаешь, что не все так хорошо. Кировоградская область на третьем месте по смертности от коронавируса в Украине. В процентном соотношении это почти 5% от всех заболевших в области. И в группе риска прежде всего медики, врачи. Особенно меня поразила история о двух братьях врачах, которые умерли от заразы. Один работал в центре экстренной медицинской помощи, умер 17 апреля. 9 мая умер его брат, который работал в детской областной больнице. Не помог и аппарат вентиляции легких. Что говорить, если на 5 мая среди инфицированных было 153 медика в Кировоградской области? И я помню, что в СМИ сообщали, что работает уже специальная комиссия, которая должна выявить причины, почему столько медиков на Кировоградщине болеет. И хотелось бы узнать ее выводы, потому что мое мнение, как не специалиста, это отсутствие средств защиты и элементарная халатность. Так что, несмотря на все материалы, что одна партия помогает медикам, вторая политическая партия помогает, волонтеры помогают, продолжайте помогать. Вне зависимости от того, пиар это не пиар, тут уже не до этого. На этой неделе состояние четырех больниц в области проверил киевский блогер Антон Гура. Вы его знаете по скандальному видео из самолета с возвращенцами из Эмирата, если не ошибаюсь, на канале 1плюс1 в ток-шоу «Право на Владу». Так он проехался по четырем больницам, заехал в Александрию, в Знаменку и в две больницы в Кропивницком. Блогер Гура сейчас занимается созданием медицинского профсоюза и получил сигнал в Александрии от сотрудниц больницы, что не хватает средств защиты. Вот он и приехал в Александрию. Там он зашел в городскую больницу, проверил, соблюдается ли там карантин. Отметил, что больница открыта, никакой карантин там не соблюдается. Гуляй, где хочу, разноси эту заразу, как хочу. И зашел уже к скандально известному врачу Приходько с просьбой показать же средства защиты для врачей. Я помню, как недавно активистке Яшко предлагал Приходько взять средства защиты маски, халаты и тому подобное. Но думаю, вот Приходько даже скажет, вот пока еще мэр Александрии сам лично говорил, что Александрия готова к коронавирусу. Сейчас ей покажет эти свидетельства готовности. Но нет, главврач вместо того, чтобы показать, рассказать блогеру, что да как, начал нервничать и звонить пока еще мэр Цупику. И говорят о том, что если волонтеры привозят маски и они берут, то вы их наказываете за это. Это неправда, это все. Это точно неправда, вы можете это прямо сказать, чтобы все люди... Это все неправда. То есть я... Это достаточно, поэтому никаких вопросов в этом плане нет. Там есть все наличие. Но обычно я приезжаю. Оно по отделениям, оно на складе, а как я вам покажу его? Либо на складе, либо в любое отделение я просто прихожу, показываю, говорю, ребята, это неправда, вы все врете. Главврач сказал, есть, он показывает. Скажите, у него ваши маски лежат, да, у мисковой головы? Нет, у нас лежат маски. Так а зачем мне к мискому голову идти тогда? Ну, мы же приехали в место. Так я же хочу посмотреть в больнице, чтобы... Ну, потом подивайтесь, поспелкуйтесь, подивайтесь. В результате вообще отказался что-то показывать блогеру и направил Антона почему-то к мэру в Александрии, пока еще мэру. Антон Гура, понятное дело, очень удивился и спросил, а при чем тут мэр? Кто главврач, директор этой больницы? Цапюк? Тогда почему Цапюк не в кабинете главврача на своем месте? Короче, в Александрии ничего внятного блогеру не сказали. И почему я не удивлен? Антон Гура после Александрии поехал в знаменку с тем же вопросом. Мол, покажите маски и средства защиты. Я уже грешным делом подумал, что везде в области вот такое закрытое общество, да, какое-то, как в Александрии, никому ничего не скажем. Но нет, главврач знаменской больницы взяла и показала средства защиты. А что, так можно было, что ли? Прикиньте, так можно было, да. Вот, ну, мы можем прийти на склад, я вам сейчас покажу. Оно выдается каждую неделю по потребе. Закончилось, старшая медсестра выписала, выдала каждому, чтобы не было такое, мне дали, мне не дали. Выдала каждому. Опять следующая потреба. Эти костюмы многоразовые. Вот, они проходят обработку, дезинфекцию и стирку. А вот, глажка. И дальше мы их опять принимаем. Так, щитки я вижу у вас два. Вот, новые щитки мы получили. А, новые щитки, вижу, да, вижу, вижу, вижу. Есть, все. То есть, вы готовы, если что, не дай бог. Мне еще понравилась одна фраза. Гура говорит, мол, вы же не отправите меня к мэру. И главврач Знаменской больницы отвечает, нет, я решаю свои проблемы сама. Это фантастика. Вот, блин, какая правильная главврач в Знаменке, а? Пример для Александрии. Не все там прямо идеально в Знаменке, потому что Гура отметил подобитенькое состояние инфекционки в Знаменке. Но это он еще не дошел в Александрийке инфекционки, не видел ее. Но в результате Гура увидел, что в Знаменской больнице есть и костюмы, и маски, и щитки. Все ему показали. После этого блогер поехал в Кропивницкий, в больницу на Валы. И что там увидел Антон Гура? Во-первых, открытую инфекционку. Медработники заметно занервничали, потому что, ну, как-то странно при наличии коронавируса в городе. И вот тут прямо открытая инфекционка, вот так вот прям распахнуто. Во-вторых, блогера поразило количество аптек на территории самой больницы. Для меня это тоже неудивительно. В-третьих, очень удивительная история, когда один главврач на две больницы. Вот серьезно, в Кропивницком так? Можно две зарплаты действительно получать, да, за как бы, прикольно. И по словам подопечных, главврач приезжает в первую больницу, это же первая больница на Валах, наездами. В-четвертых, отношение к посетителям у местных медработников, ну, не соответствует даже тем деньгам, которые мы, как налогоплательщики, платим им. В-пятых, это просто хамство. Кто вы такой? Что вы здесь делаете? Я вам не должна ничего давать. Инфекционка? Какая инфекционка? У нас нет инфекционки. У вас есть отделение инфекционки. Кто вы такой? Я вам ничего не даю, сейчас приедет главврач. И тут у меня вопрос к областному департаменту здоровья, потому что я не удивлен, почему среди медиков такой уровень заболеваемости на коронавирус. Тут не только дело в средствах защиты, но и к отношению к делу. В общем, для меня это, ну, честно говоря, шок. И в последнюю очередь Антон Гура поехал в Кировоградскую областную больницу. Тут, в принципе, и описывать-то нечего, потому что главврач этой больницы просто взяла и провела экскурсию для блогера по областной больнице, показала все, что нужно, все, что он даже и не просил на самом деле. Почему так в Александрии нельзя? Непонятно. И мои впечатления от того, что снял Гура, областная больница Кировоградская на достойном уровне по даже, ну, по всеукраинским меркам. Приятно смотреть на такую больницу. Но у меня вопрос, чего боятся в Александрии и в больнице на валах в Кропивницком? Готовы ли они? Почему в Александрии главврач настолько зависит от пока еще мэра Александрии? И почему главврач боится даже маски показать? Может быть, потому что их нет? Или, может быть, их просто сдали в аптеку, чтобы продать? Что там происходит? Почему Приходько молчит, не может рассказать, показать, кто его заставляет молчать? И почему в первой больнице в Кропивницком была открыта инфекционка и такое хамское отношение к людям? И вопрос, конечно, главе Кировоградской облгосадминистрации Андрею Баланю. Вот эта вот, эта готовность, да, Кировоградщины к коронавирусу, вот такая она? И слава богу, что в области есть вот такая хорошая областная больница и в знаменке вот такие отзывчивые врачи. И да, полная версия проверки Антона Гуры у него на фейсбук-странице, так что заходите и смотрите сами. Делайте сами выводы. И, кстати, медицинская тема может привести к новому главе Кировоградской облгосадминистрации. Вот и славненько! Я сейчас попытаюсь объяснить, что к чему. Итак, в середине апреля месяца правительство переслало деньги для медицинских сотрудников, так сказать, на места. Да, все верно, но врачи этих денег так и не получили. А об этих деньгах говорил сам президент. Так вот, он объявил, что в ближайшие дни, буквально в течение недели, задолженность перед врачами и, кстати, 300% надбавки будут оплачены. А тем, кто не выплатит, ну, соответственно, я так понимаю, голова с плеч в смысле уйдет с поста. Ну, то есть уйдет с поста, это значит все, уволены. Ну, или заплатят из своих зарплат, я так понимаю. И тут вопрос к Андрею Болонию. Так что с деньгами? Где они, губернатор? Где деньги, Лебовские? Мы пришли за деньгами, Лебовские. Ваня говорит, они у тебя. Деньги же из бюджета ушли на места, президент не будет врать. Или будет? Ну, вот серьезно, где деньги налогоплательщиков, о которых говорил сам президент? Почему я так спрашиваю? Информагентство CBN опросило медиков области, и они говорят, что доплат, так сказать, нет. И все вопросы к областной госадминистрации. Так вопрос, где, на каком уровне пропали деньги для медиков? Давайте подумаем. Может быть, на президентском? Я не думаю, что какая-то сотня миллионов гривен Зеленскому принесет какой-то профит. Он сам может их заработать. Может быть, губернатору Болоню нужны эти миллионы гривен, чтобы какие-то там дыры в бюджете закрыть? Не знаю, не знаю. Или, может, эти деньги просто осели у главврачей больниц там, в Александрии, в Знаменке, в Кропивницком, в Маловиске. Где они? Где и кто из нынешних бюрократов остановил этот, ну, денежный поток? И почему от этого страдают врачи, между прочим, которых становится все меньше из-за смерти от коронавируса? И тут я соглашусь с заголовком, который я увидел на Сибиен. Вот вопрос в лоб. Останется ли Болонь без работы? Это же, кстати, прикольно. Это будет очень прикольно, потому что это же будет шоу с назначением нового губернатора. А шоу наш президент любит. Он же сам актер. Сначала на простой сцене, а теперь на политической. В общем, просьба к чиновникам, к бюрократам, к главврачам. Я не знаю, где делись деньги. Отдайте деньги врачам. Именно они борются с коронавирусом. Ценой своих жизней. Ну и новость, которая меня просто шокировала. Увидел я ее на сайте Сибиен. В Кропивницком ограбили инклюзивно-ресурсный центр номер один. Проще говоря, это центр для помощи детям с инвалидностью. Хорошая шутка. Моральная сторона дела для меня просто ужасная. Я даже не знаю, что творится в голове у воров. Это же полное отсутствие человечности. И что украли? По словам Елены Дорошенко, это директорка, унесли компьютер, ноутбук, принтер, проектор и передвижную колонку. Вот именно колонка и была главной ценностью, потому что она мобильная и позволяла проводить какие-то мероприятия для детей. Включая, например, летний лагерь. Понятное дело, что воры попытаются продать аппаратуру через соцсети или специальные сайты, поэтому если вы встретите что-то похожее, сообщите, пожалуйста, или же директорке, или же в Сибиен, или же просто в подписи на погляд здесь можете оставить в комментариях. И еще просьба, меня смотрят, конечно же, политики, и обычно я выступаю против политического пиара, особенно на детях, но это не тот случай, если у вас есть возможность. Помогите, купите аппаратуру и особенно вот такую колонку детям. И да, еще просьба к тем, кому это, в принципе, относится, поставьте там камеры наблюдения, чтобы такого не происходило. Я переживаю за многие вещи, например, за урожай в Кировоградской области. Буквально неделю назад я рассказывал, что на полях лежит пыль, не земля, а не почва. А вот теперь, кажется, наоборот. Просто пришли дожди и смыли и пыль, и почву. Сами посмотрите. Это что творится? Как на море. Это ужас. Я в шоке. Весь родючий шар погнав в речку. После такого видео волей-неволей поверишь в такие сказки, как, мол, високосный год и тому подобное. Я уже не знаю, чего ожидать. Может быть, саранчи. В общем, в любом случае, это какой-то тяжелый год для Украины. Причем для всех профессий. Для врачей, потому что коронавирус. Для спасателей, потому что пожары. Для полиции. Для агрария, борьба за урожай. Для учителей, это дистанционное образование. Но и тут поддержка, я так понимаю, нужна друг другу. А для того, чтобы была поддержка, нужно знать правду и говорить о ней. Как в примере с больницами. Блогеров, а еще и влогеров в Кирово-Родской области, честно говоря, немного. Поэтому считаю своим долгом поддержать каждого из них. Вот, например, анонс от блогера Максима Несветайлова. Он собирает лайки и спрашивает, интересно ли вам будет узнать историю о стадионе на физвоспе. Это в Кропивницком. Сколько там денег потратили, на что. Какие-то там тендеры были. Ну и так далее. С приводу его теперешнего стану оценить визуально можете сами. Если хотите, чтобы с этого привода вышел детальный видеоблог, в котором я вам расскажу, сколько денег было на это вытрачено. Заметил я еще одного влогера, это Дмитрий Бабак, он сделал материал про недострою в Кропивницком. Я не знаю, какие планы у Бабака, может он хочет стать активным общественным активистом или просто влогером, или даже пойти в политику, но тему он выбрал правильно, которую нужно решать. За этот час будинок уже встыг стать местом для небезопасных и гормолоди, а также прославитись как место несчастных випадков. И если о такой проблеме не говорить, то ее в принципе никогда и не решить. Так что смотрите материалы Максима и Дмитрия, поддерживайте влогерское движение в области. На ресурсе Кропивницкий час тайм увидел материал Нины Даниленко о памятнике Наталке Полтавке в городе. Во-первых, спасибо Нине за материал, а во-вторых, я не знал, что Наталке отломали уже и вторую руку. Я понимаю, если бы это было где-то на окраине города, но этот же памятник стоит через дорогу от полиции. Это же бьет по репутации полиции. Где камеры слежения? Где ее реакция? Как такое возможно, что возле полиции можно нарушать закон? И в-третьих, просьба городской власти, опять же, к политикам, найдите средства отреставрировать памятник и поставить, опять же, камеры наблюдения. А то, честно говоря, как-то стыдно. Вот воспринимайте этот памятник как символ города. Вот он хороший, нужный, правильный, красивый, но без рук. И антизеленый патруль в Александрии. Если в Кропивницком хулиганы ломают руки памятникам, то в Александрии крадут растения. Это я прочитал на ресурсе «Моя Александрия» со ссылкой на сайт городского совета. В общем, Александрийка сфоровала 11 кустов туи и 2 можжевельника. Ее словили, кстати, благодаря камерам наблюдения. Оказалось, что она практически зеленая рецидивистка, потому что воруют растения уже в третий раз. И она, я думаю, не флористка, а просто, знаете, значит, ворует и продает где-то. И это показательный пример для тех, кто вечером любит пройтись по городу, выкопать немножечко растений себе, там, то цветочки на огород, то ща, шось куда и тому подобное. Как минимум заплатите штраф. И на этом все. Лайкайте, комментируйте и помните, все изменяются на краще. И я надеюсь, когда-то что-то хорошее произойдет в Александрийской больнице и в больнице на Валах. Пока.